Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белыч. На старт, вернувшись с каникул, депутаты начали готовиться к выборам. Кто победит в гонке обещаний? Первый день знаний после реформы. Чем новая украинская школа отличается от старой? Больше оружия. США готовы увеличить военную помощь Украине. Что и когда получит Киев? Доноры по умолчанию. Немцам предлагают жертвовать свои органы автоматически. Согласятся ли? Предвыборная осень в парламенте. Нардепы собрались на первое заседание Согласительного Совета после летних каникул. Какие вопросы были на повестке дня? Узнаем от Ксении Барвиненко. Вместе с политическим сезоном в парламенте стартовала и подготовка к выборам. В коалиции настаивают в первую очередь обновить состав Центра избиркома. Проголосовать за обновление состава ЦИК обещают во фракции БВП. Хотя во время прошлого голосования члены полицилы объявили бойкот и покинули зал заседаний. Кандидаты в президенты, которые заявили, что будут балладоваться, все они обещают голосовать за обновление Центральной выборной комиссии. Вот и посмотрим. Почему? Потому что я хочу еще раз подтвердить, что наша фракция считается одним из ключевых приоритетов. И как только это будет поставлено на голосование, я считаю, в ближайшее время мы будем за это голосовать. Но не выборами едиными живут депутаты. Фракции требуют обратить внимание и на вопросы безопасности. Основное вопрос в этой сессии присомнивается безопасность и бюджет, потому что бюджет является безопасностью. И поэтому вопрос о митнице, почему до сегодняшнего времени не работает закон про единое митное векло. Вопрос о податок на выведенный капитал. В оппозиции предлагают прежде всего рассмотреть вопросы социальной защиты украинцев и цены на газ. Мы требуем от уряда отмываться от увеличения цены на газ и установить правильную цену на газ. Что такое правильная цена? Выдобуток квартиры, выдобутки транспортных вытратов, рентабельность, обмежена 10%. А не по 40 миллионов премии себе выписывают, по 3 миллиона гривен зарплаты каждый месяц получают, залазивши в кишеню до каждого украинца. В оппоблоге же требуют заслушать отчет правительства. Считают, Кабмин не справляется со своими обязанностями. Повинен бути звит уряду стосовно вырешения социальных вопросов и поддаления экономической кризи. Когда парламент находится на каникулах, а приходят чернобыльцы с решением Конституционного суду стосовно отновления выплат, а это решение было по представительству депутатов нашей фракции принято, 50 депутатов оппозиционного блока направили при звернении до Конституционного суду еще и к тому, есть решение, и уряд игнорует решение Конституционного суду, то прямое порушение таких прав в краине, оно заслуговывает только на отставку. А вот уволить одного из министров могут уже в среду. Нардеп Сергей Каплин инициировал рассмотрение возможности отставки министра социальной политики Андрея Ревы. Все из-за новых правил начисления субсидий. Сегодня 6 миллионов украинских граждан, 3 миллиона домогосподарств, избавлено права на субсидии, избавлено права на выживание. И я буду требовать вместе с моими коллегами, чтобы этот проект постановы про его отставку был в максимальной строке проголосованный в зале парламенту. Я считаю, что нужно прекратить практику, когда политика министра социальной политики направлена на экономию денег для необрунтованных военных выдатков, на экономию денег для милитаризации страны. А в Батьковщине предлагают подтвердить европейский выбор страны. Подготовили меморандум, который закрепит курс Украины в ЕС. Мы подготовили меморандум о неизменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию и восстановлении территориальной ценности и суверенитета Украины. И мы предлагаем, чтобы все лидеры фракций, кандидаты в президенты подписали этот меморандум. Во время этой сессии у депутатов будет всего 9 пленарных недель. За это время в парламенте должны обновить состав ЦИК, внести изменения в избирательный кодекс. Документ, которому более 4 тысяч правок пока рассматривают в комитете. Вынести проект под купол собираются в октябре. Запланировали нардепы также изменения Конституции. Конституционный суд дал добро и по законопроекту президентскому, и по законопроекту, который подали депутаты, и в этой осени. За рекомендациями комитета мы должны пройти и решение, наступный этап решения про занятие наторканности народных депутатов Украины. Уже почти готова инициатива президента с приводом введения в целую Конституцию Украины положение про то, что НАТО и ЕС есть ключевыми направлениями зонышленной политики Украины. Ключевыми вопросами этой сессии также станут проекты законов об информационной безопасности и, конечно, бюджет. Ксения Барвиненко, Василий Миновщиков, Павел Лысенко. Подробности. Телеканал Интер. Накануне начала работы парламента с руководителями фракции встретился президент. Петр Порошенко отметил, что собирается внести изменения в Конституцию. Они касаются закрепления европейского курса Украины и вступления в НАТО. Глава государства выразил надежду, что парламент примет все это максимально быстро. А также Порошенко говорил о разрыве сотрудничества с Россией и о том, что уже до 30 сентября Федерацию нужно уведомить о непродлении договора и подготовить соответствующее решение СНБО. На сегодняшний день левого частина, больше 70%, поддерживает европейскую интеграцию. Больше половины украинского народа поддерживает евроатлантическую интеграцию. Я думаю, что будет целиком справедливо, тем больше, что и подчас початку выборчего процесса, и подчас работы парламента этого сквозь, все политические, абсолютно большинство политических сил, и я за это также хотел бы подякувать, чітко зафиксировала наш рук в европейском направлении. Ну а в Евросоюзе решили еще на полгода продлить индивидуальные санкции против политиков и компаний из России, причастных к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщил корреспондент радио «Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвик. Сегодня европейские дипломаты продлили санкции на 6 месяцев. Об этом также будет официально объявлено в среду. Продлили их против депутатов из России и сепаратистов на Донбассе и в Крыму. Всего 154 человека из 44 организации. Дипломаты ЕС подчеркивают, что со стороны России не были выполнены требования для снятия санкций. Не дня тишины на Донбассе. Боевики накануне усилили обстрелы украинских позиций. Уже сегодня трижды открывали огонь в Крымском, в Одином, в Шумах. С начала перемирия молчат только тяжелые орудия, а вот гранатометы и пулеметы работают постоянно. Об очередном дне на передовой узнаем от Руслана Смещука. Невзирая на объявленное школьное перемирие, ситуация на фронте за прошлые сутки только обострилась. Минимум четверо украинских военных ранены. Одни из самых горячих точек – Маринка и Красногоровка. Противник тут сразу с нескольких направлений обстреливает украинские укрепления, при этом постоянно меняя огневые точки. Нет, конечно, не сутки. Конюшня, посадка, по правому флангу, домики. То есть подбираются сюда, работает. То есть их обнаружить тяжело. Из-за зноя на Донбассе после вражеских обстрелов постоянно вспыхивают пожары. Это война подпалив. Под час того, как противник обстреливает с запаливальными засобами нашей территории, и выникает пожар, она в опах, мы выходим ее гасить. И в этот час начинает работать снайпер. Это по-перше. А по-друге, под дымом, под прикрытием огня противник свои ДРГ расширяет на нашей территории, которые в ночи уже делают свою брудную работу. А это уже позиции возле так называемой Бахмутской дороги, что за Лисичанском. Земля изуродована воронками от различных снарядов. Это результаты вражеских обстрелов прошлой недели. Разрыв от 122-миллиметровой гарматы Д-30 в порядке 30 разрывов по нам прилетело. Тут много разрывов из разных калибров. Есть и 120-й миномет, и танк, и 152-й калибр прилетал. После объявления школьного перемирия ситуация тут несколько стабилизировалась. Из гаубиц и танков боевики пока не стреляют. А вот пулеметами и гранатометами обстреливают каждую ночь. Как по часам, рассказывают наши солдаты. Накидает ГПшки, ПК работает. Все возможное, чтобы наши ответили им в условиях перемирия. Из позитивных новостей в последние недели улучшилась работа наблюдателей ОБСЕ. Они смогли попасть в те районы неподконтрольной территории, куда раньше их не пускали. Там они сумели зафиксировать очередные факты нарушения боевиками договоренностей по отводу военной техники. Из-за активного распространения боевиками информации о возможном обострении после 14 сентября, объединенные силы приведены в повышенную боевую готовность. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Ликвидация Захарченко не повод отменять минские договоренности. Об этом сообщается в комментарии на сайте МИДа Франции. Во французском внешнеполитическом ведомстве также подтвердили важность и целесообразность встреч между Россией, Германией, Францией и Украиной в рамках нормандского формата. Я напомню, глава так называемой ДНР Александра Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в оккупированном Донецке. После этого спикер Госдумы России Володин заявил, что это обнуляет смысл минских договоренностей. Олег Сенцов голодает уже 113 дней. При этом, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что его жизни ничего не угрожает. Уверяет, что Сенцова, дескать, поддерживают с соблюдением всех норм и правил. Напомню, в 2015 году украинского режиссера приговорили к 20 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в организации терактов в аннексированном Крыму. В мае этого года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Вашингтон готов увеличить поставки Украине оружия. Об этом заявляет спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. О каких именно вооружениях может идти речь и когда их могут предоставить, разбирался в Вашингтоне Дмитрий Анопченко. В оборонном бюджете США будущего года заложено 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Вот только что именно получит страна? И возобновят ли поставки летальных вооружений? Долгое время было предметом обсуждений в высоких вашингтонских кабинетах. Звучали как оптимистические прогнозы, мол, предоставление джавелинов открыло окно возможностей и дальше все будет куда проще, так и оценки пессимистов. Дескать, Белый дом сделал исключение, но дальше не захочет еще больше осложнять отношения с Москвой. И вот теперь финальный ответ прозвучал от спецпредставителя Госдепартаменту США по Украине Курта Волкера. В интервью газете «Гардиан» дипломат был откровенным и четким в формулировках. Сказал, Вашингтон готов увеличивать поставки вооружений Киеву. При этом главной задачей в США считают укрепление военно-морского флота и ПВО страны. И администрация Трампа абсолютно готова и дальше выделять летальное оружие. Курт Волкер не назвал в этом интервью конкретные виды вооружений, но опрошенные нами эксперты признаются, сейчас идут переговоры о поставках антикорабельных ракет, чтобы сдержать ползучую агрессию или даже возможное полноценное наступление в Азовском море. Украина также рассчитывает получить системы противовоздушной обороны. Минимум три комплекса стоимостью по 750 миллионов долларов каждый. Сумма, необходимая для их покупки, значительно превышает все то, что в бюджете заложил Конгресс. Однако часть средств может выделить Госдепартамент в рамках программ военной помощи союзникам. Ну а этим интервью Курт Волкер сделал самое главное. Четко дал понять, что политика Белого дома не меняется и что предоставление Украине джевелинов не было лишь политическим сигналом Киеву или Москве, а окно возможностей, о котором столько сейчас говорят и спорят, по-прежнему открыто. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Индер. Израиль вновь бомбит Сирию, так утверждают арабские медиа. Мощные взрывы погремели в пригороде Дамаска, уничтожены склады с оружием. Все подробности знает Сергей Ауслендер. Авиабаза «Алмаза» в пригороде Дамаска подверглась удару ночью. Взрывы были такой силы, что в окрестных населенных пунктах дрожала земля, вылетали стекла и, по выражению одного из очевидцев, ночь превратилась в день. Взлетели на воздух склады с боеприпасами. По данным арабской прессы, в хранилищах находились дальнобойные ракеты. Из этого пресса сделала вывод, что бомбили израильтяне. Что любопытно, сами сирийцы, которые обычно в таких случаях автоматически обвиняют Израиль, заявили, что взрывы произошли не вследствие бомбежки, а из-за короткого замыкания. Иерусалим традиционно воздерживается от комментариев, но стало известно, что, возможно, ракеты на этих складах были иранские. Политика Израиля в отношении присутствия военных из этой страны в Сирии очень простая и четкая. Уничтожать все, что имеет к ним отношение, тем более, что нынешняя американская администрация всячески это поддерживает. Израиль поддерживает решимость администрации Трампа вновь ввести жесткие санкции в отношении Ирана и тех, кто имеет с ним дело. Я знаю, что все или почти все наши арабские соседи в регионе разделяют эту точку зрения. Искренне верю, что все страны, которые обеспокоены миром и безопасностью на Ближнем Востоке, должны следовать за Америкой и усиливать давление на Иран. Чем больший нажим будет оказан на него, тем выше вероятность того, что иранский режим прекратит свою агрессию. Все мы должны принять участие в этой борьбе. Бомбежки эти стали уже своего рода обыденностью. Как только появляется какая-то цель, склад с оружием или ракетная установка, которая может угрожать безопасности государства, израильские ВВС ее немедленно уничтожают, и сирийское ПВО этому противодействовать никак не может. В середине мая израильтяне провели операцию «Карточный домик», когда в очередной раз продемонстрировали возможности своей авиации. Она за несколько часов уничтожила практически треть сирийской ПВО, не потеряв при этом ни одного своего самолета. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала «Интер». В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух граждан Украины при крушении вертолета в Афганистане. Еще один украинец ранен, он сейчас находится в местном военном госпитале. Как сообщил представитель МИДа Василий Кирилльич, все трое украинцев, это члены экипажа, также погибли 10 пассажиров, афганских военнослужащих. Я напомню, накануне в афганской провинции Балх разбился вертолет Ми-8, молдавской компанией, он выполнял миссию по контракту с ООН. Всего на его борту находились 14 человек, 3 члена экипажа и 11 солдат. Равнение на НАТО, масштабное международное учение «Быстрый трезубец-2018» стартовали во Львовской области. Такие маневры проводятся ежегодно. Чем удивили нынешние, узнаем от Галины Кошко. 9 часов утра, двое украинских военных поднимают сине-желтое знамя на Центром миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне. Следом за ним флаг США. Так начинаются международные учения Украины и НАТО «Быстрый трезубец». Американец Томас Бентли в праздничном головном уборе привез его из Теннесси. Это кавалерийская шляпа, на ней мое звание, дальше эмблема кавалерийского полка и золотая лента, которая свидетельствует, что я офицер. Это традиция. Наши военные носили такие еще 100 лет назад. Вступительную речь произносит Мария Иванович. Посол США в Украине уверяет, Америка вместе с Украиной будет бороться за восстановление ее суверенитета и территориальной целостности. С начала конфликта США предоставили помощь в сфере безопасности на сумму более 2 миллиардов долларов. Украинские военные солдаты эффективно используют эту помощь, когда дают отпор одному из самых опасных противников в мире. Американцы, канадцы, британцы, литовцы и военные еще из десятка стран-участниц НАТО приехали в Украину работать инструкторами. Всего около 800 тренеров будут обучать защитникам Светлодарской дуги. 54-ю отдельную механизированную бригаду в программе. Тактика ведения боя, боевое слаживание и тактическая медицина. Все по стандартам Североатлантического альянса. Мотором данного научения есть набутя спроможностей подразделами Збройных сил Украины, других військовых формований что до выполнения спильных боевых завданий с подразделами краин, членов и партнеров НАТО в выполнении завданий в международных операциях. Это выдающаяся возможность для стран-союзников и партнеров бок о бок поработать с украинскими военными, поделиться своими навыками. Мы также заинтересованы сделать из самого ценного ресурса Украины ее людей, лучших профессионалов, которыми они только могут стать. Учения продлятся две недели. Полученный опыт, утверждают украинские военные, смогут использовать на Донбассе. Длина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер-Львовская область. Новая украинская школа. В Украине стартовала реформа образования. Как теперь будут учить детей? Что думают об этих изменениях в политике? Подробности в материале. Средняя школа номер 49. Последнее приготовление, торжественная речь директора и, наконец, первый звонок. Казалось бы, обычная картина первого учебного дня. Но вот уроки в младших классах теперь будут необычными. В Украине стартовала реформа начального образования. Сегодня особенный день. Особенный, потому что первоклассники в первый раз идут уже за программой новой украинской школы. Идут в 12-й год. А еще в обучении первоклассник теперь будут активно использовать современные технологии. И все это старт больших перемен в украинских школах. И по мнению президента, изменения в сфере образования – это больше, чем просто реформа. Об этом Петр Порошенко сказал во время посещения лицея научная смена. Я всегда сказал, что вытраты на обучение – это не выдаки бюджета. Это инвестиции в будущие государства. Я на первое место ставлю реформу обучения. Потому что через эту реформу украинская обучение стремительно приближается к качеству обучения. Обучение становится интерактивной. Инновации и новое оборудование позволят расширить возможности учебных заведений. В научной смене, к примеру, вводят новое направление обучения. В этом году, за проханием детей и родителей, мы открываем информационно-технологичный профиль. По словам президента, уже модернизировали 25 школ в разных регионах. Я рада приветствовать наших любимых первоклассников. Приветствуем их. Это школа в селе Шаровка Киевской области. Учебное заведение полностью соответствует европейским нормам. Современное оборудование, так называемые умные классы. Школа действительно за эти годы стала более современной. Дети имеют мультимедийный класс, которым также используются. У нас открылся новый центр для инвалидов, что я считаю великим успехом. И это то, что нужно. И должно быть в каждой школе. Вот такие классы для детей с ограниченными возможностями должны появиться в каждой школе. Главная их цель – сделать образование в Украине доступным для таких ребят. С 3 вересня, с понедельника, проводятся абсолютно новые стандарты новой украинской школы. С 1-го и 4-го класса. Для нас важным приоритетом – это развитие и поддержка оборудования. Начиная от поддержки оборудования и завершивая создание средства для доступности и ревности оборудования в Украине в целом. Абсолютно четкий приоритет – это региональный развитие. И на этот приоритет с государственного бюджета мы направляем еще порядка в этом году 11 миллиардов, для того, чтобы допомогать в спиофинансировании. Я хвилююсь, как Николай. Я хвилююсь весь час. Адже я пришла до школы первый раз в первый класс. Поздравил с первым днем учебы и лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. По его мнению, главная роль в образовании детей принадлежит учителям. И власть должна обратить внимание на их проблемы. Надо было поднять зарплату учителям. Что мы и сделаем, надо сделать так, чтобы учитель чувствовал себя защищенно. И моральный авторитет поднять, и материально поддержать их. Надо расширять, наоборот, базу обучения, а не сужать ее. И наша страна всегда славилась высоким уровнем образования населения, образования граждан. Вот это нельзя утратить. Несогласный в оппозиции с некоторыми положениями новой системы образования. Когда уменьшается количество предметов, сужается база образования, и детям тяжелее дальше учиться в институтах. В этом году в первый класс пошло на 25 тысяч детей больше, чем в 2017. Первый результат реформа образования покажет только через 12 лет. А пока что украинские школьники и учителя будут привыкать к новым правилам. Богдан Вербицкий, Лина Зеленская, Юлия Жешко и Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. И хотят учиться да негде. В селе Цепцевичи Ревнинской области школа не вмещает и трети всех учеников. Детям приходится заниматься до 9 вечера. Родители уже давно требуют построить новую школу. Каковы шансы, что так и будет, выяснили мои коллеги. На праздник первого звонка в местную школу пришли чуть ли не все жители. Севел Цепцевичи, рекордсмен в Украине по рождаемости. Ежегодно здесь на свет появляются около сотни малышей. Школьники практически в каждой семье. В первом классе идут двое деток, двенятки. Четверо будет в первую смену, а двое в другую смену. Местная школа для села слишком мала, а рассчитана на 240 учеников. А на уроки ходят более 700. Чтобы всех разместить, пришлось забрать помещение детсада. Но и это не выход. Школа работает практически круглосуточно. Вот у нас расклад звонков. Начинается уроки в 8. Водина закинчивается в 8.40. Друзья у меня ходят, Дарина и Антон. Они приходят в 9.00, в 15.09. Нужно было выходить до школы, потому что мы далеко от школы. Чтобы встретить то же село, полтора километра нам. Маленькое, да еще и аварийное. Одноэтажному помещению более 60 лет. Здесь протекает потолок, сыплется штукатурка. Родители не один год просят построить новую школу. Даже выходили на акции. Просили, сгортались. Мы в прошлый год даже не пускали детей до школы. И если до нас не дослушаются, и никто не будет принимать какие-то кроки, мы также будем делать таким методом. После протеста в родителей, чиновники заказали проектную документацию, провели тендер. Нашлась фирма, которая согласилась построить учебное заведение за 40 миллионов гривен. Но работы до сих пор так и не начались. Один участник из торгов, занадто понизил кошторисную документацию, начали строить котельню. А потом, в сечне месяце, он взагалі отказался строить школу. Теперь все опять приходится делать заново. Заказывать смету, проводить тендер. Были выделены кошты с местного бюджета. Они уже были оплачены. И сегодня проектно-кошторисная документация направлена в управление капитального будильництва для проведения тендерной процедуры. Информация о новом тендере на сайте Прозора появилась сегодня. На этот раз строительство школы оценили почти в 116 миллионов гривен. Снежана Сидорук, Николай Василюк, подробности телеканал Интер, Ривненская область. А в Кременчуге появится школа спортивного профиля. Такое решение приняли депутаты Полтавского областного совета еще в мае. За время летних каникул они подготовили базу для занятий. И вот сегодня открыли 8 секций. Мои коллеги выяснили, как будет проходить обучение. Это первый звонок для 225 учеников школы-интерната имени Антона Макаренко в Кременчуге. С нынешнего учебного года они смогут еще и профессионально заниматься спортом. В мае этого года депутаты Полтавского облсовета проголосовали за реорганизацию заведения. Теперь здесь будут развивать спортивные секции. Людмила Васильевна отправила учиться сюда пятерых внуков. Уверена, каждый из них найдет занятия по интересу. Это очень хорошо, потому что спорт это самое главное в жизни для здоровья. Я думаю, что им будет тут очень хорошо. Греко-римская борьба, футбол, волейбол, баскетбол, велоспорт, легкая атлетика, гребля, а еще хоккей. Эти 8 секций на базе школы-интерната уже начали работать. Мы будем детей привчать до здорового образа жизни, до освоения певных видов спорта, с урахованием их физиологических, физических особенностей, нахилев, интересов. Особое внимание к спорту здесь не первый год. В школе уже есть профессиональное поле для футбола, татами для тренировок по греко-римской борьбе и три тренажерных зала. Активно помогают развитию спортивной базы в школе-интернате ее выпускники, а сейчас депутаты облсовета. В футбольное поле сделали тоже за областные деньги. Спортзалы оборудованы матами, формой детской. Выделяется сейчас у нас по первой выполнению по 9 месяцам. Мы сейчас выделяем велосипедистам велосипеды для легкой атлетов, форма для футболистов, мячики. Пятиразовое питание, все это бесплатно, все это на областном бюджете. Мы как выхованцы, это наш подарок, это наша дань за то, что мы тут где-чему научились. И мне в жизни очень много пригодилось, что я тут отримал. Со стартом нового учебного года школьников поздравил и именитый гость. Бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе. Это очень хороший проект, развивать детский спорт. Спортивным уклоном будет до школы. Дети будут здесь жить, как я посмотрел, заниматься, тренироваться одновременно. Они будут пятьразовым питанием. Это довольно-таки очень хорошо. А уже в следующем году за деньги областного бюджета на территории школы-интерната планируют построить современный крытый хоккейный каток. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интерполтавская область. В Кривом Роге утечка хлора. На местном водоканале во время переливания реагентов в трубах не выдержал уплотнитель. В результате в воздух попало около 30 килограммов хлора. Образовалось облако площадью примерно 100 квадратных метров. Спасатели быстро ликвидировали эту аварию. Сбили облако, чтобы оно не накрыло населенные пункты. Ближайшее это село Радушное. Оно находится в 5 километрах от водоканала. Эвакуировать людей не пришлось. В больнице с подозрением на отравление находится одна сотрудница предприятия. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Из Берлина в Киев за 600 гривен. Ирландский лоукостер Ryanair выполнил первый регулярный рейс в Украину. Самолет авиакомпании приземлился в 14.23 в Борисполе. Рейсы по маршруту Берлин-Киев будут выполняться 4 раза в неделю. Стоимость перелета в одну сторону стартует от 17 евро. С конца октября перевозчик планирует начать полеты в 11 городов Европы. В том числе и из аэропорта города Львов. В США похоронили сенатора Джона Маккейна. Церемония состоялась на кладбище военно-морской академии США в Анаполисе. Маккейн был выпускником этого учебного заведения. По маршруту следования траурной процессии выстроились сотни людей. Они хотели проститься с сенатором. Сама церемония по решению семьи была не публичной. Почтить память пришли родственники, друзья, выпускники академии 1958 года и нынешние курсанты. Великобритания не станет проводить повторный референдум по вопросу выхода из ЕС. Об этом заявила премьер Тереза Мэй. Лондон и Брюссель все еще пытаются договориться о том, как пройдет разрыв, намеченный на конец марта следующего года. Как продвигается процесс узнаем у Алексея Пшемызского. Он в Лондоне. Повторный референдум по Брэкзит станет предательством британской демократии. Лондон не отступит от планов покинуть Евросоюз. С таким заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. С началом нового политического сезона главные оппоненты британского премьера уже обрушились на Мэй с критикой за неспособность договориться с Брюсселем о выгодных условиях бракоразводного контракта. План Тереза Мэй сегодня вновь разнес в пух и прах бывший главный переговорщик с Брюсселем Дэвид Дэвис. План, подписанный в Чекерсе, это не сделка, а это предложение, которое ставит нас в еще худшие условия, чем если бы мы находились в Евросоюзе. Ведь наши товаропроизводители, в особенности сельское хозяйство, останутся под контролем ЕС. А как же тогда взять все в свои руки? Они смогут диктовать нам условия, а мы только молчать. Речь идет о так называемой сделке, которая позволила бы обеим сторонам легче пережить выход Великобритании, в первую очередь сохранив торговые отношения. Окончательные условия должны были согласовать к октябрю, однако теперь дату, вероятно, перенесут. Тем временем главный переговорщик по Брекзиту от ЕС Мишель Барнье обвинил британца в попытках выбить себе выгодные условия. В частности, оставить беспошлиную торговлю для британского автопрома и аграриев, которые могут сильно пострадать без свободного доступа к европейскому рынку. По его словам, если Брюссель пойдет на поводу у Лондона, это может стать крахом всего ЕС. Пока что в Евросоюзе уже выставили британцам счет на 2 миллиарда евро за провал борьбы с китайской контрабандой продукции. Каков будет финальный чек и все же удастся ли разойтись полюбовно ни в Лондоне, ни в Брюсселе пока что прогнозировать не берутся. Согласны лишь в одном. Это будет сумма со множеством нулей. Из Лондона Алексей Пшемыский, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Как убедить немцев жертвовать свои органы после смерти, думают в Германии. Согласно статистике, ежедневно в стране, не дождавшись трансплантации, умирают 3 человека. Как работает система донорства сейчас и какие изменения предлагают немецкие политики, узнаем от Татьяны Лагуновой. Паспорт донора, бумажное удостоверение размером с банковскую карту. Его можно получить у врача, в аптеке, страховой кассе, либо самому скачать в интернете. Заполнить, мол, да, согласен и всегда носить при себе. Такой паспорт в Германии ввели в обиход 6 лет назад. В надежде, что число людей, которые готовы пожертвовать свои органы после смерти, возрастет. Но этого не произошло. И немецкие политики ищут новые пути. Изменить систему донорства предлагает министр здравоохранения Йенс Шпан. Он хочет вместо принципиального «да» сделать ключевым принципиальное «нет». То есть автоматически рассматривать как донора каждого немца, который при жизни письменно не отказался пожертвовать свои органы. Право сказать «нет» за умершего будут иметь и его ближайшие родственники. Пока что это предложение вносить соответствующий законопроект на рассмотрение правительства Шпан не спешит. Министр считает, что подобное нововведение многие расценят как вмешательство государства в личную свободу. Но тем не менее он намерен начать дискуссию как среди граждан, так и среди политиков. И первый он призвал высказаться на эту тему канцлера Ангелу Меркель. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». В Рио-де-Жанейро полностью сгорел старейший музей Бразилии. В здании площадью 20 тысяч квадратных метров хранилось примерно 20 миллионов экспонатов. Мумии, старинные предметы быта, другие ценные археологические находки собирали 200 лет. Именно столько существует этот музей. По предварительной информации потеряно всё. Люди в результате этого инцидента не пострадали. На момент возникновения пожара в здании находились только охранники, которые успели его вовремя покинуть. Мне кажется, что это всё страшный сон. Сегодня я легла спать с надеждой, что когда проснусь, это всё окажется неправдой, просто ночным кошмаром. К ликвидации последствий пожара мы будем привлекать работников. Кто знает, возможно нам удастся спасти хоть какие-то детали, которые имеют большую историческую ценность. Сколько заплатят американцу, который отсидел 17 лет? Ни за что. Что будут искать 8 тысяч человек в корейских туалетах? И какое событие празднуют в семействе Джеймса Бонда? Обо всём этом прямо сейчас. Житель Канзас-Сити провёл в тюрьме 17 лет, поскольку его приняли за настоящего преступника. Ричарда Джонса бросили за решётку, обвинив в вооружённом ограблении, после того, как на него указал свидетель. Других доказательств отпечатков пальцев или ДНК у полиции не было. Уже в тюрьме Ричард неоднократно слышал от сокамерников, что удивительно похож на преступника по имени Рики Амос. Теперь Джонс требует компенсации от штата в миллион долларов за то, что из-за заключения не смог воспитать двух дочерей. В немецком городе Вайнгарден на посетителей винодельческого фестиваля Вайнвандатакс на Паурой шершней. От укусов пострадали 18 человек. Из них 13 пришлось госпитализировать. На данный момент угрозы жизни для пострадавших нет. Что разозлило насекомых на фестивале, неясно. Полиции отметили, что шершни начали атаковать людей без видимых причин. На месте происшествия работают полицейские, медики и специалисты по насекомым. В НАСА объявили конкурс на лучшую технологию превращения углекислого газа в глюкозу. Разработку планируют использовать как на Земле, так и в космосе, например, для колонизации Марса. Конкурс будет проходить в два этапа. Во время первого командам необходимо представить идею технологии превращения углекислого газа в глюкозу и описать ее. На втором продемонстрировать рабочую модель. Команда-победитель получит приз 750 тысяч долларов. В Сеуле начали активную борьбу со скрытыми камерами в общественных туалетах. Дело в том, что эти записи часто оказываются на порно-сайтах. У кореянок даже вошло в привычку проверять, не следят ли за ними с помощью скрытой камеры. Ранее такие проверки проходили раз в месяц. Однако это не принесло желаемых результатов. Теперь же туалеты в Сеуле, а их более 20 тысяч, будут проверять ежедневно. Для этого дополнительно привлекут 8 тысяч человек. Звезда «Мумии» актриса Рэйчел Вайс и по совместительству супруга-исполнителя роли Бонда Дэниела Крейга стала матерью в 48 лет. Вайс родила девочку. Это первый общий ребенок звездной пары. Роды прошли без осложнений. Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг уже имеют детей от предыдущих браков. Актриса – 12-летнего сына Генри, а Крейг – 25-летнюю дочь Эллу. Новоявленные родители пребывают в приподнятом настроении, что не мешает Крейгу активно готовиться к съемкам 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде. Актер выступит в роли знаменитого агента 007 уже пятый раз подряд. Это все новости на сегодня. Легкой и удачной нам всем недели. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова